МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. Но, наверное, в первую очередь стоит сказать, что же все-таки такое брачный договор. В первую очередь это соглашение. Соглашение, которое определяет в себе имущественные и в том числе личные права и обязанности лиц, вступающих в брак, либо супругов. Из чего следует, что брачный договор вправе заключить и те, кто еще не в браке, скажем так, и те, кто уже состоит в зарегистрированном браке. Лица, которые еще только намерены вступить в брак, вправе заключить брачный договор в любое время, когда они пожелают для себя. Супруги вправе заключить брачный договор в период нахождения в браке. Здесь особо стоит отметить, что возможность заключения брачного договора с супругами существует только до момента расторжения брака. То есть расторгнув брак, уже заключить брачный договор будет нельзя. Давайте, наверное, немножко поговорим еще о форме брачного договора. То есть он должен быть совершен обязательно в письменной форме и обязательно удостоверен нотариально. Это требование законодательства, которое должно быть соблюдено для того, чтобы брачный договор имел юридическую силу. Брачный договор может быть удостоверен нотариусом любой нотариальной конторы, независимо от места жительства граждан и места нахождения имущества. Вступит в силу брачный договор в отношении супругов со дня его нотариального удостоверения. В отношении лиц, которые только намерены заключить брак, брачный договор вступит со дня регистрации их брака официально органами регистрации актов гражданского состояния. То есть это опять-таки обязательное требование закона. Если брачный договор содержит в себе условия относительно недвижимого имущества, то этот брачный договор также нужно будет зарегистрировать в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Брачный договор предоставляет широкие возможности определения прав и обязанностей. В первую очередь он позволяет отступить от права общей совместной собственности супругов и определить иной режим имущества супругов. То есть определить какие-то иные доли, иные, чем равные, либо определить, какое имущество каждый из супругов в результате получит. Речь может идти о том имуществе, которое уже приобретено супругами, а также о том имуществе, которое будет приобретено в дальнейшем. Брачный договор может определить судьбу всего имущества, каких-то отдельных его видов, то есть, предположим, недвижимого имущества, либо движимого, предположим, транспортных средств. Брачный договор предоставляет право определить в нем порядок несения семейных расходов, участие в доходах, содержание друг друга. То есть все, что не противоречит законодательству, все правообязанности могут быть внесены в брачном договоре. То есть закон предоставляет очень широкий спектр действия супругам. Но для того, чтобы его правильно составить, нужно обратиться к нотариусу, который разъяснит все нормы законодательства, выслушает сторон, определит, что нужна страна в конкретной ситуации. Составит проект и удостоверит брачный договор. Хотелось бы обратить еще внимание, что брачный договор можно изменить, либо расторгнуть, но сделать это можно только по соглашению сторон. То есть односторонний отказ от исполнения брачного договора, либо одностороннее расторжение брачного договора просто недопустимо. Спасибо, Светлана Александровна, за такой полный ответ. А я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова